Благослови 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 Третья глава, с первого по второго стиха. Вот это да? В те дни. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Так, все на этом я, толкование, блаженного ферсилакта. Иоанн послан был от Бога для обличения Иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние. Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их к покаянию. Царством Небесным называют первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без страстей, то имеем Царствие Небесное. Еще раз, вот посмотрите там, да? Все дни приходит Ан Креститель, проповедует в пустыне Иудейской. Плакайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот, сейчас параллельно, давайте на 115-ю страницу. Сейчас там от Марка, 1 глава, там 115-ю страницу. Тоже о покаянии. А, беззамутно было я еще. Как тоже сказано от Марка, 1 глава, 14-й по 15-й стих. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизил Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Так, толкование блаженого Фефилакта. Это пока оставьте место, да? Услышу, что Иоанн предан в темницу. Иисус удаляется в Галилею, дабы нам показать, что не должно самим сдаваться в искушение, а избегать их, когда же впадем терпеть. Христос проповедует, по-видимому, одно и то же с Иоанном. Как то, покайтесь. То есть, если мы там сейчас от Матфея смотрели, да? Иоанн Креститель призывал к покаянию. То Иисус Христос тоже говорил, да? И там, значит, приблизил Царствие Небесное, и здесь также приблизил Царствие Божие. Но на самом деле не одно и то же. Иоанн говорит, покайтесь. То есть, он это говорил с тем, чтобы отклониться от грехов. А Христос говорил, покайтесь. С тем, чтобы отстали от буквы закона. Почему? И присовокупил. Веруйте в Евангелие. Ибо тот, кто хочет веровать по Евангелию, уже упразднил закон. Господь сказывает, что исполнилось время закона. Да, сели, говорит, закон был в действии, а отныне настает Царствие Божие. То есть, жизнь по Евангелию. Эта жизнь справедливо представляется Царством Небесным. Ибо когда видишь, что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный, как не скажешь, что он имеет уже Царство Небесное, то есть, где нет ни пищи, ни питья, хотя она кажется еще и далеко. Вот два, значит, места похожих, но в чем они разнятся, да? Иоанн Притичи, когда приходил, то есть, он не крестил еще Духом Святым, потому что еще Дух Святой не был, да? И крещение было, чему сейчас многие говорят, по погружению ты говоришь, со мной разговаривала, она говорит, это было Иоанново крещение. Какое было? Иоанново крещение, я говорю, крещение. Почему, говорит, это? Иоанн Притичи пригласил как бы на Иордан, да? На Иордан же они собрались? Почему? Ну, раньше же не было, сейчас вот как цивилизация, телевизор, или как вот связь-то есть, да? Интернет, телефон, соту. Но он же не мог всех обзвонить, всех обойти, и там, как сказать, да? И поэтому, чтобы, ну, как, играть их, в каждый дом он не мог ходить. Ему было удобнее, проще, чтобы они все вышли, весь народ. Вот. И там он проповедовал, то есть покайтесь. Вот, что интересно, они же, говорят, были горды, мне нравится, в Евангелии есть место, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ну, то есть, получается, чтобы прийти к окрещению, нужно сначала покаяться. Я говорю, это самое интересное. Ты сейчас... Да, я, да, я, я хотела сказать, когда вот я обратилась 24 года назад... Ты сейчас включила? Да, да, 24 года назад, ну, сейчас уже не, даже не 24, 27. Он говорит, первые слова, которые меня как раз поразили, вот этот, исполнилось время, приблизил стартся и Божий, покайтесь и веруйте в Евангелие. Я говорю, что хотела сказать, интересно, я в этот раз, когда читала, меня что поразило-то, вот, слова Господь сказал, когда говорил, к покаянию призывал. Вот здесь вот. Марк 1, 15. Вот когда я читала, смотри, я заметила, он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. А ведь когда он говорил, то Евангелие еще не было написано. Новый Завет-то. Новый Завет-то. Понимаешь? Но его принимать за пророк из Христа. Понятно. Ну, получается, он как бы, он правильно уже предсказывал, он же и ученикам говорил, что он будет предан, распят, в третий день воскресенье, он же говорил, пророчество. И так же вот это относится к пророчеству, он говорит, веруйте в Евангелие. Вот я сколько раз читала это место, сколько раз его говорила, и только вот на днях стала читать, и у меня только это... Поняла? Удивительно, я поняла, что, то есть заметила, что Евангелие еще не было написано, а он говорит, веруйте в Евангелие. Вот. А мне еще это интересно сейчас момент, вот зачитаю, вот, на днях разговор, что велеть, что сейчас как раз о крещении, вот, к истинному православию, Евангелие, как написано, интересно, «Человек, очищенный от греха, освобождается от его насилия и получает свободу для духовного образа жизни. В Святом Писании, в Библии духовное рождение называется еще первым воскресеньем, в отличие от второго физического, которого произойдет перед концом мира. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет». Это первое воскресенье. Откровение 20 глава, 5 стих. «Крещеный становится возлюбленным чадом Божиим, усыновленным ему в благодати Христовой. Это не значит, что в крещении человек автоматически освобождается от всех соблазнов и от духовной борьбы. Духовный подвиг неизбежен, пока человек находится в этом мире, полным соблазнов. Разница между крещеным и некрещеным заключается в том, что некрещеный порабощен грехом, не имеет сил бороться с ним, а крещеный освобожден от рабства греху и получает помощь бороться с соблазнами. К христинину важно понять, что преодолевая искушение, он нравственно совершенствуется, духовно растет и крепнет. В этом заключается необходимость личного подвига. Если бы не существовало борьбы, то не существовало бы и праведников». Вот как раз мы с тобой говорили так. Почему, когда мы... Ну и вопрос возникал там. Когда люди причащаются, и получается, как это еще, вот Игнатик сейчас давал один на днях вопрос, почему, когда ты причащаешься, и как бы становишься хуже, что ли, ну борьба с простей происходит. Он говорит, ну как бы недостойно причащается, а я так это еще, по большому счету, получается невозрожденная, мертвая, духовная. Я еще на днях читала, интересно, оказывается, вот это там, есть такая реинкарнация, что ли, у нас вот одна на работе, это то есть перехождение, из одной, там, душа якобы переходит, из другой состояния, то ли она там кем-то была, вот как у нас одна физика, она говорит, ой, я там в три года, я помню, что якобы там кем-то я была, потом я... Там в мире она кем-то была, да? Ну да, якобы там она кем-то была. Но это все ересь. У нас нет такого учения. А почему оно, откуда взялось-то, я хотела сказать, да, оно почему? Они, говорят, предчувствуют то, что как бы душа умирает и рождается несколько раз. Откуда это взято, точнее, и это, оказывается, вот с нами происходит. Когда мы живем на земле, и вот мы, скажем, крещение приняли, ну даже, ну мы сейчас будем говорить о крещенных, о нас христианах, да, если приняли крещение, то получается, когда мы согрешаем, если мы грешим, согрешаем, ей, говорят, душа духовно умирает. Вот, говорит, когда Адам согрешил, он же согрешил как? Ну, через Еву, Еву согрешил, переворонный грех вашего, да? А не умерли? Умерли как? Духовно же, не телесно, он же телесно еще долго жил. Вот, душа, говорит, умерла, а умерла она через грех. Вот. А воскресенье-то будет, как вы сказали. Ну да, поэтому, в Своей Сенебесной, в Своей Сенебесной нет. Но, нет, смыслом я хочу сказать, в чем мы, когда Господь уже распялся и воскрес, и мы уже духовно воскресаем, как? Когда мы исповедуем, ну, первый раз, конечно, в крещении. Когда Господь нам прощает все грехи, мы очищаемся, дается залог Святаго Духа, да? И вот он сказан, Христианин, но только личный подвиг остается, мы должны все равно бороться, да? Потому что искушения, они в мире есть, и от людей, и от станы, да и от плоти будут искушения. Хотя, как там в Евангелии сказано, рожден от Бога не грешит, ну, как бы добровольно не грешит, ну, а не больно, хочешь, не хочешь, там, какие-то мысли, помыслы, да? Иногда все равно люди согрешают, а вот даже если сейчас за эти нас православных, крещеных-то, ну, в основном, если крещения не было правильного, значит, получается, они как бы мертвые, ходят, причащаются, но, получается, они согрехали. Страсти нету. К чему, говорят, причастился? Точнее, страсть, она жива, она живет. Человек согрешает, она никуда не девается, это как корень. Вот это, когда же мы сажаем на дачах, да, у кого есть там дача, огород, если мы пропалываем траву, если вот я, например, была в огороде, там, полешь, да, некоторые корни есть маленькие, его быстро выдерну, а есть такой огромный, никак не выдернешь, вверх согрешь, а корень остается. Вот, говорит, как страсть, она говорит, у нее корень, сердце там глубоко, если, говорит, с корнем не вырвал, вот эта грех страсть, она так и будет сидеть, а мы, получается, от исповеди до исповеди, как немножко пропололи, сверху подергали, а корень остается. А с корнем как? Вот, конечно лучше принять крещение полным погружением, а у нас, видишь, сейчас мы говорим, неполное, неправильное погружение, было, не совершено. Но тут еще как, вот сейчас, например, здесь такое место есть, интересно было, такое, что иногда, говорит, он, сейчас вот, здесь, Гнатьевич, он писал, кристиному православию, вот, значит, если человек не имеет достоверных доказательств, что он был в детстве крещен, то должен, немало не сомневаясь, принять крещение, хотя бы оно могло оказаться вторым, при недоказанности детского крещения. Шестой Вселенский Собор, правило восемь четвертое, говорит, по следу каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда они обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном таинстве, должны без всякого недоумения крестить их, да таковое недоразумение не лишит их очищения только святыню. Ну, то есть, это мы опять говорим, как овертайм, сейчас же многие вот говорят, они не помнят, ты говоришь, крестные были или нет, как крестили, ты не помнишь. То есть, а тут еще есть... Я помню. Ну, сейчас даже... Здесь еще, есть такой момент, что если кто, как бы, лживо принимает крещение, ну, то есть не истинно, из-за боязни там чего-то, или там эпидемии, или что-то, то канонны тоже есть, они, говорят, таких не признавать за истинное крещение. Да, ну, чтоб не болеть, покрестить, чтобы не болеть, да? он покрестил, чтобы не болеть, как и вот многие цыгане, или там турки что-либо делали, прибегали к крещению, ну, а сами христиане не становились. Да и сейчас вот, приходя к крещению, нужно же уверовать в Иисус Христа, исповедовать Его своим Богом. Только потом уже крещение, как заключительная часть. А как исповедовать Его, ты будешь дальше? Ну, вот, для этого катехизис. У нас должно же катехизация проводиться, вот как мне дать стих, еще не у них от 3 до 5 лет. Ведь раньше, до 17-го года, может, она так и была, проводилась, да, изучали, а сейчас-то я не знаю, сейчас же этого нету, но минут 20. Я бы знала, что, если, например, маленьких крестят, вот у меня одной знакомой дочек ходила, но она, правда, сказала, 2 часа ей катехизис над тем, чтобы быть крестной. Вот, чтобы быть крестной, там что-то 2 часа их учить, вот на верхней террасе. Вот, неинтересно, что им, как там, да, беседу какую-то. Ну, а в храме тоже происходит. Беседа в храме-то у нас, если ты с крещением, то минут 10-15. Ну, сейчас, может быть, они и заранее, вечером заранее готовят. Ну, а все равно, ну, даже если за час, ну, два, ну, три, ну, что за 3 часа узнаешь? За 3 часа, тоже, видишь, надо здесь Новый Завет пройти. Причем не просто Новый Завет, нужно с толкованием. Кроме, они сами для себя примут решение, то есть будут они христианами или нет, даже за эти 2 часа. Ну, так, в принципе, по большому счету, получается, что я, например, как крестилась, мы захотели, просто захотели, и пришли, и нас покрестили. Нас даже не спросили, веруешь ты, в кого-то веруешь. В 90-й год всех так покрестили. Второй раз, как ты крестилась, хотел спросить, всем телом, ничего. Ну, первый раз крестили, как оно? Голубо, мочили. Нет, я про второй раз. А второй раз? Ну, это не второй раз, это первый раз. Если не было полного погружения, его и не было. Как ты погружала? Где ты, как ты, из Сибири, я сегодня никуда. Нет, меня сейчас там, где крестили, уже не принимают. Поэтому только вот у Игнат Тиховича. Нет, ты где крестил? Ну, ранее, так там крестил. Сейчас там не принимают. Я не буду принимать, просто здесь крестил. Нет, нет. Где-то я с полной стеной, вот эту. А есть условия, смотри, есть у нас много храмов, вот у нас тут есть храм, у них есть купель. Наши церкви. Вот здесь есть, Андрей Первозванного, есть внизу подземный храм. Вот там нужно договаривать, да, Бабтистерия называется. Но они в основном, я не знаю, летом они крестят, а вот зимой я не слышала, не знаю. Они там, знаешь, вот на время, когда крещение, праздник есть, они там, это самое, окунаются. Ну, это во время крещения за деньги 500 рублей, я слышала. За деньги? Да, знакомая говорила, что она платила 500 рублей, чтобы просто окунуться во время крещения. Я окунулась, да. За деньги? Ну, за деньги, почему? Потому что вода-то у них там, они говорят, я кабаник. Без денег-то, извини, без денег-то все пошли, да они не смог всех принять. А они, как это говорят, то, что надо воду подводить, счётчик у них. Вот, поэтому... Ты нажми, нажми на неё. На верхней, на нижней?